Рекламно-информационная программа Культпоход Добрый день в Кирове. 11 часов и 8 минут в эфире программа, как вы уже слышали, Культпоход. И она сегодня у нас будет продолжаться 2 часа. И вообще-то хорошая, мне кажется, такая вот возникает у нас традиция Культпоход проводить не один часик там где-то скромненько, а два часа, потому что впереди огромные выходные, в Кирове всегда очень много культурных событий. Сразу скажу, что во втором часе к нам придут сегодня девчонки поющие, вокальный квартет Эбби Кей, о котором мы много раз уже говорили в эфире, но который пока еще живьем не слышали. Сегодня они будут здесь, и они будут петь для вас живьем. Это Елена Хачатурян, Светлана Шабалина, Ольга Бехтерева, Анастасия Чашникова и аккомпанематор Эдвин Хачатурян на гитаре. А первый час, так как все-таки у нас весна календарная на дворе, будет посвящен теме весенней. Причем в таком очень интересной, такой очень интересной подаче, Воснецовский музей объявил о старте театральной весны. И в гостях у нас сегодня Анна Шакина, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых. Анна Владимировна, добрый день. Добрый день. Ну что, весна сама не идет, мы ее будем приближать тогда своими силами. Я думаю, что да, тем более театральную. Тем более театральную. А вот смотрите, вообще вот такая тенденция сейчас, знаете, вот, когда наши учреждения культуры все больше и больше проводят каких-то совместных акций. Это вот такой тренд или это что-то уже такое вот, какой-то мир, как писал Евтушенко, там, и надо обняться, чтобы вниз не сорваться, а если сорваться, сорваться вдвоем, то есть как бы вместе выжить проще. Это что вот как, по вашему мнению? Вы знаете, я хочу сказать, что это добрая традиция, потому что учреждения сами по себе, библиотеки, музеи, театры, культурно-досуговые учреждения, они работают уже, ну скажем так, по каким-то традиционным формам. То, что мы предлагаем в настоящее время, это форма традиционная, но эта форма продиктована той выставкой, которая проходит у нас. Я хочу сказать, что каждая выставка, говорю сейчас про наш музей, она диктует некое разнообразие подачи материала. И в данном случае это разнообразие подачи материала заключается в театральной весне, потому что выставка, которая сейчас у нас демонстрируется, это звезды театра и кино. Будет другая выставка, будет взаимодействие с другими людьми. Я считаю, что здесь у нас накануне Дня театра, который проходит до 27 марта, у нас стартовала удачно очень театральная весна в музее, мы так это и называем. И мы благодарны нашим коллегам, театрам, артистам, режиссерам, которые откликнулись на проведение театральной весны. У нас действительно запланировано очень много интересных мероприятий на этой выставке. Мне хочется обратить внимание на то, что для какого-то зрителя достаточно прийти на выставку, посмотреть произведение. Этот зритель подготовленный, он просвещенный, ему всё понятно, ему достаточно получить информацию из аннотации и из этикетки. А есть зритель, который приходит, может быть, первый раз, может быть, второй, третий, ему что-то непонятно, ему надо какой-то дополнительный материал. И вот этот дополнительный материал предоставляет сотрудники нашего музея и в данном случае наши коллеги, артисты театров, режиссёры. То есть они у вас как бы такими экскурсоводами специально, такими специфическими служат, нет? Здесь немножко не так. Сотрудники наши, они служат и экскурсоводами, они и читают лекции. А вот некие интересные программы и знакомство с нашими артистами на этой выставке происходит благодаря вот тем мероприятиям, которые будут. Я назову лишь несколько из них. Давайте просто напомним, что весна-то стартовала вчера. Вчера. С фэйшн-шоу, что было очень необычно, потому что, мне кажется, это первый такой опыт вообще для музея авиатского художественного, да? Я думаю, что да, но такие, наверное, некие вкрапления такого опыта были на Ночи музеев. Я тоже об этом вспомнил. Я думаю, что вообще вот то, что у вас происходит, это как-то вот такая стилистика Ночи музеев, которая сейчас уже, мне кажется, разворачивается и на день музейный. Наверное. И это и стилистика, и Ночи искусств, которая проходит 4 ноября. Да, мы раздвигаем рамки. Но я хочу сказать, что у нас всё равно мероприятия-то, они познавательные. То есть мы от сути деятельности музея не отходим. Мы даём нашему зрителю, который привык, может быть, к одной форме работы традиционной, мы раздвигаем рамки его познания. И таким образом зритель наш приобретает знания, и он идёт дальше за этими знаниями в театр. То есть он уже переходит, подготовленный нами, на площадку другого нашего культурного учреждения, и дальше он познаёт другой мир. То есть я считаю, что здесь очень интересно может получиться опыт этот такой. Ну это, безусловно, интересный опыт, хотя, мне кажется, здесь не только зритель, подготовленный вами, идёт в театр. Но опять же, зритель театральный придёт к вам. Идёт к нам, я согласна, с вами на нашу. На встречу с любимыми артистами в том числе. Да, на нашу площадку он увидит те новые выставки, которые подготовлены нами. Я считаю, что это обогащение взаимное. Это такое взаимное обогащение совершенно, что интересно очень. У вас, значит, фэйшн-шоу прошло, а сейчас как это будет происходить? Какие-то определённые времена будут акции происходить? Да, я сейчас остановлюсь на этом поподробнее. Я хочу сказать о том, что вчера к нам пришли режиссёры всех областных государственных театров и сделали анонс своих программ, своих мероприятий. Все театры задействованы, да? Все театры задействованы. Для нас это важно. И хочу сказать о том, что продолжается театральная весна в музее 21 марта в 16.30, когда пройдёт на площадке музея в рамках выставки «Звёзды театра и кино» творческий вечер народного артиста Российской Федерации Владимира Александровича Смирнова. И как рассказал нам вчера главный режиссёр театра Евгений Юрьевич Ланцов о том, что Владимир Александрович Смирнов готовит небольшой сюрприз. Он привлекает ещё для своего творческого вечера молодых артистов, с которыми он работает. И у нас на таком небольшой площадке будет творческий вечер, наверное, коллектива некого драматического театра, который возглавляет народный артист Владимир Александрович Смирнов. Ну, Владимир Смирнов, он вообще человек оркестров. Он же поёт прекрасно совершенно. Это правда. Декламирует изумительно. То есть как бы он и сам по себе уже творческая группа, а тут он ещё с кем-то подойдёт, да? Да, поэтому у нас очень много желающих прийти на эти творческие вечера. Ещё хочу сказать о том, что в продолжении встреч с артистами драматического театра у нас 29 марта в 17.30 состоится творческий вечер народной артистки Российской Федерации Натальи Николаевны Исаевой. У неё год юбилейный, по-моему, если не ошибаюсь. У неё сколько лет на сцене? 35, по-моему, да? 35, да. 35 лет на сцене. То есть такая дата серьёзная, да? Наталья Николаевна, да, все знают, и её, в общем, она не нуждается в представлении. Совершенно, да. Поэтому вот я хочу сказать, что не только любители театра, но и любители изобразительного искусства с нетерпением ждут этих встреч, потому что это многообещающее. Это вот именно формат такой творческой встречи, то есть, да? Заявлен формат творческой встречи. И, как вчера сказал Евгений Юрьевич, они готовятся к этой творческой встрече уже сейчас. Ну, это тоже для них такой опыт интересный в прекрасном здании музея. Да. Уже так привычно, да? Сцена — это привычно, да? Да, да, да. А вот здесь совсем другой интерьер, да? А здесь на фоне выставки, на фоне тех портретов замечательных, да, артистов, которые представлены, вот раскрыть себя. Это, я думаю, что... Ну, для них вызов новый такой уже совершенно. Да, но мы все знаем, что артисты, они идут на это, да? Они люди творческие, для них это интересно, я думаю, что... Ну, и интересно для нас. И в продолжении вот нашей театральной весны в музее, конечно же, у нас состоятся портретные сеансы. Мы хотим показать, как создаётся портрет артиста. Вот мы на выставке видим уже готовые портреты, а для многих загадка, как проникнуть в образ человека и показать его. Не только внешне, но и показать характер, вхождение в ту или иную роль. И вот... А как это будет происходить? В зале музея будут стоять мольберты, будут сидеть художники, будет сидеть натура и будет позировать заслуженный артист Российской Федерации Никита Викторович Третьяков. И художники на глазах у зрителей будут создавать портрет. Я-то сначала подумал, что в ходе творческого вечера, артисты поступают, художники ловят его. Нет, здесь будет вот тот сеанс. Такая специальная акция. Специальная акция. Просто мы знаем, как создавались портреты для этой выставки. Нам директор галереи рассказывал о том, что художник выезжал в театр или артист приходил в мастерскую и был обусловлен сеанс 4-5 часов. На этом сеансе обговаривался костюм артиста, чтобы была роль узнаваема. Артист приходил, он позировал вот этот сеанс. Хотя директор галереи рассказывал о том, что художники настолько увлекались, что уже артисты просто молили отпустить их, потому что у них тоже какой-то сложный график. У них не график сложный, а во-вторых, все-таки артисты люди подвижные. Тут статика для них тяжело, конечно. И создавался портрет. И уже этот портрет дальше дорабатывался. И то, что представлено на выставке, это результат вот этой работы. И мы это все объясняем, но хотим здесь показать зрителю воочию, каким образом и как писались те портреты на выставке. Никита Третьяков согласился на такую сложную работу? Ну вот говорят, что да. Да, это тоже вызов для артиста. Мы с уважением относимся. Еще раз говорю, что я очень благодарна всем артистам и режиссерам, которые согласились участвовать в театральной весне. Анна Владимировна, продолжим чуть-чуть буквально попозже. Сделаем 40 секунд на перерыв и вернемся в студию, продолжим разговор. Культпоход. Продолжаем нашу программу. Ну, слава богу, хорошо ко мне присоединился мой постоянный, так сказать, соведущий и мой хороший друг Владимир Спиталин. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я сегодня с утра поработал нянькой. Да, чуть-чуть заработался, поэтому опоздал. Но сейчас все хорошо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Николай и Анна Шахина у нас в гостях. Директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Я, видимо, много чего интересного пропустил. Ты пропустил очень много всего интересного. Поэтому я сейчас буду внимательно слушать и помалкивать. Нет, ты не помалкивай, почему ты тоже присоединяешься. Мы тут так довольно-таки интересно разговариваем. Мы говорим как раз о весне театральной, которая стартовала в музее. Ну, раз нет календарной весны такой нормальной, то пусть будет театральная хотя бы какая-то весна будет. Очень интересное, на самом деле, мероприятие. Вот такие очень необычные. Мы как бы отметили. И для тех, кто принимает в них участие, я думаю, для зрителей тоже. Мы как раз остановились на том, что здесь будет такой специальный сеанс. Вот я даже хочу на него сходить. Позирование сядет наш замечательный артист Никита Третьяков. И его будут в реальном масштабе времени художники писать его портрет. А мы можем присутствовать при этом и смотреть, как все это происходит. Ни шарш, ни какой-то эскиз. Ни настоящий мольбер, масло, холд, все как положено. Но я думаю, что это будет чудесное зрелище. Мы как раз говорили о том, что для нас это будет, конечно, чудесное зрелище. Но каково это для артиста, человека творческого, подвижного. И надо в статике находиться часа четыре, вот мы сказали. Но портреты создавались четыре. Я думаю, что мы не будем мучить четыре часа. Все-таки надо поменьше. С несхождением некоторых подойдет. Если учитывать то, что некоторые произведения, в том числе портреты, годами создаются. Нет, ну, сам такое личное это позирование, оно уже все-таки к определенной времени. Первоначальное знакомство, да, это и тета. А потом уже художник дорабатывает. Постоянно-то не мучает модель. Идем дальше, видимо. Конечно, да. Мне хочется рассказать о том, что театр на Спасской предлагает нам читку пьесы 5 апреля в 17.30. Читка пьесы будет финского драматурга Мика Мюляха. Называется «Произведение гармонии в исполнении актеров театра на Спасской». Режиссер Читки Наталья Викторовна Красильникова. Вот мы говорили с Натальей Викторовной, говорили вчера с Михаилом Николаевичем Адриановым, который тоже будет участвовать в Читке. Он сказал, что на такие мероприятия у них собирается достаточное количество, там, 60-70 человек. То есть это форма, которая популярна у зрителей. Она уже довольно-таки раскручена за последние годы. Да, она интересна. И поэтому мы надеемся, что это будет интересно для всех жителей города Кирова. Ну, для нас это в первую очередь. Мы хотим посмотреть, как это будет в зале непосредственно реализовано. Вот это интересно, потому что совершенно другой антураж. Читки театральных произведений, насколько мы знаем, они уже проводились во многих культурных местах. Уже где-то лет шесть последних они так активно... В том числе библиотеками Герцена, а вот в ядском художественном еще ни разу не было. Даже в инженериуме проводилась Читка, помнится, да. Ну, тоже вот в Ночь музеев, когда это вот... Мы как раз говорим о том, что Ночь музеев очень сильно вот это сотрудничество породило, можно сказать, так вот за счет этого породилось, появилось это сотрудничество и развивается. Но вообще еще финская драматургия, это тоже интересно. Да, и мы прошли по залам, мы вот определились не в лекционном зале пока, определились непосредственно в зале, где будут у нас произведения искусства. То есть это пожелание актеров, я думаю, что мы его выполним. Вот как раз на фоне этой выставки, о которой мы говорили, или это другой зал? Вот Наталья Викторовна говорит, что для финской драматургии не очень подходит экспозиция, выставки «Звезды театра и кино». Ей бы хотелось вот более минималистическое пространство для этой Читки. Поэтому мы выбрали пока другой зал. Более уютное пространство такое. Тем более, да, если выставка портретная, представь, сколько же на тебя сразу людей смотрят со всех сторон. Да, сосредоточиться надо на артистах, может, поэтому. Да, поэтому вот мы уже прошли, посмотрели, выработали некое решение и ждём с нетерпением 5 апреля, когда всё это произойдёт. Конечно же, у нас будут традиционные формы работы. Это и лекции, в частности, лекции по истории кинематографа, кинокомедии «От трюка к смыслу», которые проводит сотрудник нашего Вятского музея Анастасия Зубарева. И, конечно, это уже традиционные экскурсии. Вчера, вот, например, к нам приходили люди, так называемые, институт третьего возраста, которые остались... Мы хорошо знакомы с этим проектом. Мы тоже рассказываем об их деятельности, об обучении их компьютерной грамотности, в том числе и так далее. Им очень понравилось. Да, они остались даже у нас на старт программы «Театральная весна в музее». На фэйшн-шоу. Да. Которая проходила у нас вчера и проводила его театр моды «Вдохновение» Дворца творчества «Мемориал». Комментировала выходы своих подопечных Галины Леонидовны Шубина. И дефиле девочек очень пользовалось большим успехом. Оно было театрализовано. Мы видели, из каких материалов создавались костюмы. То есть достаточно интересный был рассказ, и все это выложено, в принципе, на сайте нашего Ведского художественного музея. Кто не был, тот может посмотреть. Пожалуйста. Что, начнем розыгрыш? Я думаю, что пора переходить к этой части. Во-первых, давай напомним телефон. Я, по-моему, сегодня его так еще и не говорил. 211-101. Наш постоянный номер телефона. Итак, Владимир Владимирович, дадим возможность немножко отдохнуть. А мы расскажем, что мы сегодня разыгрываем. Ну, понятно, что это Вятский художественный музей имени Воснецовых. Это выставка Ленинградская школа живописи. Коллекция перемен. Прекрасная выставка. Она работает до 1 апреля. Ограничения возрастного там нет. 0+. У нас есть приглашение на две персоны. Далее. Драматические театры. Традиционно вы можете пойти именно туда. 16 марта. Прямо сегодня, получается, в 6 часов вечера. Старший сын. Комедия в двух действиях. Ограничение 12+. Завтра, 17 марта, в 17.00, обед из трех блюд, плюс салат со скандалом. Детективная комедия в двух действиях. Ограничение 16+. 23 марта вы можете попасть на клинический случай. Ограничение 16+. Начало в 18 часов. Про театр на Спасской чуть позже расскажем. Перейдем к книжкам. Да, к книжкам. У нас, как всегда, книг сегодня много. Во-первых, начнем с необычной такой книги. Это книга от кинотеатра Колизей. Спасибо большое, кинотеатра Колизей. Дело в том, что там сегодня стартовал показ фильма «До свидания там наверху». Мы его посмотрели на предпоказе. Изумительный свершенный фильм. Получили действительно удовольствие. Это, наверное, первый случай, когда весь зал... Обычно бывают дискуссии, какие-то там что-то еще. Я здесь просто весь зал признал, что да, мы посмотрели великолепный фильм. А это книга Пьера Алиметра, по которой этот фильм, собственно, снят. Называется он «До свидания там наверху». И эта книга у нас сегодня в розыгры. В двух экземплярах она у нас, кстати. Еще раз благодарю кинотеатру Колизей за предоставленную возможность разыграть эти книжки. Фильм, кстати, 18+. 18+, рекомендуем. Я, честно говоря, не понял, почему. Там вроде бы нет таких вот цен, ни жестокости, ничего-то еще. Но фильм правда. Я не понял, почему 18+, но фильм изумительный. Очень красиво снятый. Далее книжки. Джордж Фрейзер «Флэшмен и дракон». Восьмая из 12 книг серии. А забияки, красавцы, пройдохи, обязательном лицемере, ловеласья, вояки Гарри Флэшмани. Достоинство книги в исторической достоверности и увлекательном сюжете. 16+, книжка. Карен Прайор «Не рычите на собаку». Мне очень эта книжка нравится. Она, во-первых, очень красивая. Во-вторых, название «Не рычите на собаку». Это книга адресировки людей, животных, ну и самого себя. 10 правил, 8 методов, которые изменят мир вокруг нас и нас самих. Просто, весело, профессиональное ограничение 16+. Леонид Лишенко. Декабристы и народники. Судьба и драмы русских революционеров. Серия «Всемирная история». Ну, собственно, понятно из названия. Ограничение 12+. Александр Полярный. Мятная сказка. Любопытная книга, изданная при поддержке интернет-сообщества. О тяжелой судьбе, сироты, сояра, превратной судьбы и неистребимой вере в лучшее ограничение 12+. Эти и другие книжки вы можете найти в магазинах «Читай город», «Торговый центр Крым» и «Торговый центр Театро». Еще одна книжка есть у нас, не «Читай город», а специально нам так презентованная. И мы тоже ее разыгрываем уже не первый раз. С автографами авторов. Да, авторы это Инна Метельская-Шереметьева и Сусанна Никитина-Юнблюд. Называется издание «Друг познается в еде. 12+.» Это, так проще говоря, рецепты самых-самых элементарных, но очень-очень... А, не самым элементарным, но очень вкусные блюда. Ну, все эти блюда вы можете приготовить, то есть реально приготавливаемые в домашних условиях. Галерия «Прогресса», пригласительная выставка современной финской, опять же, смотрите, а? В Финляндии рядом, наши соседи северной финской фотографии. Мус Тельма. Это работа авторов мирового уровня. Это, правда, очень крутая выставка. Ограничение 6+. Да, ну и по традиции мы продолжаем наш совместный проект с кинотеатром «Колизей». Арт-зал, в рамках которого мы на закрытые предпоказы собираем известных людей города, которые потом делятся своими впечатлениями об увиденном. У вас есть возможность попасть вместе с нами на закрытый показ фильма «Тебя никогда здесь не было». «Никогда здесь не было». Это фильм призер Каннского фестиваля 2017 года за лучшую мужскую роль. Хакин Феникс получил за лучший сценарий фильм, судя по всему, изумительно, снят отличным английским режиссером. Во вторник мы будем смотреть в 19.00, да, и ограничение 18+, насколько я там... Да, 18+. Да, 18+, он позиционируется, там, в Википедии написано, как «мистический триллер». Мистический триллер, да, там есть и мистика, есть и триллер. Да, следующий у нас приз. Ресторан «Гауди» выступает звезда негритянского блюза Гай Дэвис 22 марта с 8 часов вечера. Прикликнули две персоны, ограничение 18+. Ну, видимо, это будет что-то... Это что-то, это номинант премии играми 2017 года, это реальный такой, очень такой могучий, афроамериканец, как сейчас говорят. Ну, я думаю, могучий афроамериканец, да, хорошо. Так, у нас есть еще призы, но мы во втором части уже озвучим непосредственно, во втором части «Культ похода», да. Итак, внимание, готовьтесь отвечать на наши вопросы 211-101, нам нужно прерваться на рекламу, скоро вернемся. Культ поход. Все, простите, уважаемые слушатели, не будем больше вас томить. Анна Шакина, директор Ивятского худомузея имени Васнецовых, сейчас задаст первый вопрос. 211-101, внимание. Назовите имя художника, которого считают первым русским импрессионистом. Его работы находятся в экспозиции Вятского художественного музея в зале русской искусства рубежа 19-20 веков. А почему так формулировка «его считают»? Там есть споры какие-то ведутся, кто-то говорит, что... Это очень сложно. Начало импрессионизма другой положил какой-то русский художник? Да нет, в принципе, он признан во всех учебниках искусствоведения первым русским импрессионистом. Первый русский импрессионист. Какой период, какая эпоха? Уж понятно, в каком зале он висит, да. Так что, я думаю, не надо много подсказывать, потому что человек интересуется живописием безусловно. Конечно. То есть имя, фамилия легендарное. Известно. Да, это очень известно. А когда вы говорите, что его работы хранятся в Вятском художественном музее, вы знаете, я не знаю, у нас чьи работы не хранятся. Я где-то прочитал так, что у нас вообще по фондам у нас музей чуть ли не третий в России. По обилию, по наполненности. По именам, которые представлены. Это просто что-то такое на уровне Эрмитажа и Третьяковки. Это же приятно слышать. Конечно. Давайте послушаем вариант нашего слушателя. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Так, сейчас я выключу. Да, убавьте. Вот, отлично. Да, и заранее всем слушателям, которые будут звонить. А может быть, это Константин Коровин. Все правильно. Это Константин Алексеевич Коровин. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Лия. Лия, часто бываете в Вятском художественном музее? Ну, бываю. Вот пойду завтра на выставку, в выставочный зал. Там будет экскурсия бесплатная в 12 часов. Ага. А, ну, билет-то надо купить, конечно. Замечательная, кстати, выставка в выставочном зале. В нас. Поблагодарить можно Ливи, да? Да, конечно. Спасибо большое. Приходите чаще. Мы рады вас видеть. Ну, и осталось определиться, что сегодня вы хотите у нас выиграть. 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 Вот, если можно, вот вы про арт-зал говорили. Да, в арт-зал хотите. Что-то интересное новое появилось. Хорошо, но мы только по одиночке туда приглашаем, потому что он маленький. Ничего. Ничего, хорошо. Потому что он маленький, уютный, 41 место. 41 место, да. Надо осваивать там арт-хаусные фильмы или фестивальные. Там фестивальные. Фестивальные, да. В данном случае конкретно фестивальные. Которая получила конкретные номинации, либо номинировалась. В общем, не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор запишет ваши координаты, ваш номер телефона. И, собственно, вы считаете, что вы уже в списке. Да, вы в списке. В авторник на фильм. Тебя никогда здесь не было. Николай, вопрос следующий. Ну, у меня вопросы, честно говоря, остались 8 марта, потому что как-то вы мало разыграли всего, да. Ну, я думаю, что ничего плохого нет. Это вопрос, связанный с музыкой и с песнями, песнями, посвященными женщинам. Поэтому просто попрошу включить фрагменты, потом задам вопрос. Давайте. И вопрос совершенно элементарный. Вот эта песня Роя Орбисона прозвучала, она сама по себе была хитом мировым. Она прозвучала в очень популярном фильме, который назывался «Три варианта ответа. Красотка, милашка или лапушка?» Четвертый вариант еще «Купи меня». Хорошо. Ну, давай все-таки остановимся на трех. Мы просмотрели тоже фильм этот «Купи меня». Да, в Барзале «Купи меня» и «То». Да, тематика похожая. Красотка, милашка или лапушка. А кто ответит, тот получит наш следующий приз. Если еще и главных героев назовете. Ну, или там, я не знаю, можно что назвать. Довольно часто фильм показывается до сих пор и по телевидению, и пользуются популярностью у нас. Уже отвечают, уже отвечают. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Ярдякова, наша постоянная слушательница. Да, да. Ну, давайте я попробую «Красотка». Совершенно правильно. Никогда не видели, что ли, этот фильм? Нет, не смотрела. Честно, а вы посмотрите, да, посмотрите «Красотку» с Джулией Робертс, да, с Ричардом Гировым. Это практически импортный аналог, не знаю, иронии судьбы с легким паром. Да, как иронии с легким паром. С такой же регулярностью, по-моему, показывают по телевидению. Все. А, мы еще не определились. Мы еще с призом не определились. Анна, отпустите, пожалуйста. Клисей-то нету, больше взяли, да? Клисей у нас закончился. Ну, не «Клисей» взяли, а «Билеты» в «Клисей». А, ну, тогда я не знаю, что взять. Ну, книжку давайте. Книжку-то вот «До свидания» там наверху. Вы же ее видели, когда ходили с нами в «Арзал». Да, ну, давайте. Давайте ее, да? Все, хорошо. Да, «Бьерли Метро». Спасибо. «До свидания» там наверху. Это книга от кинотеатра «Колизей», да? Все, продолжаем дальше, Володь. Твоя очередь. Ну, так получается, что я кинотему перенимаю у Николая. Повод такой для моих вопросов, он грустный. Дело в том, что он на этой неделе, на мой взгляд, величайший кино и театральный советский российский деятель ушел из жизни. Я имею в виду Олега Павловича Табакова. И накануне прощание с ним состоялось, да? Вот, я предлагаю сегодня вспомнить одни из самых ярких ролей Олега Павловича. Я прям взял звук из определенных картин. Но, внимание, ваша задача сегодня не только картину назвать, но и из уважения к великому творцу еще и роль конкретную. Вот как его зовут там в этом фильме. Итак, пожалуйста, первый отрывочек. Я вас ошибся, крепкий орашек. Я слушаю ваши условия. Старею, старею. Два раза ошибиться в одном и том же человеке. Такого особо раньше не было. Окей, считайте, что мы с вами договорились. Вот я специально только сделал голос Олега Павловича, да? Это диалог с другим тоже великим нашим актером, который уже ушел из жизни тоже. Ну что, звоните, 211-101, варианты ответа ваши. Назовите не только картину, но еще и роль. Ты можешь уже принимать звонок. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Внимание, ваш ответ. Фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Ага, а как зовут его там? Вот зовут, не помню, он играл «Хозяин отеля». Вот где это все происходило, действие. «Хозяин», ну, как называется? Ну, как в Америке-то принято называть такие заведения? Бар. Ну, нет, бар это немножко из другой страны. Салун, да? Салун. Салун, да. Салун. Салун, да. А что именно? Сегодня старший сын, завтра обед из трех блюд и 23 марта клинический случай. Вот на клинический... Так, обед из трех блюд. Обед из трех блюд. Завтра в 17.00. Завтра в субботу в 5 часов вечером. Трубочку не кладите. Андрей, пообщайтесь с нашим редактором. Еще вопрос хотим. Анна Владимировна, да. Хорошо, второй вопрос. И потом, наверное, мы еще продолжим разговор о чем-то, да, расскажем в оставшемся? Назовите имя художника, стоявшего у истоков Вятского художественного музея и прожившего более 30 лет в Италии. Который стоял у истоков Вятского художественного музея. Изначально это называлось Вятский художественный кружок. Так ведь это называлось? Да, да, да. Он тогда был еще молодым, но вот он участвовал в создании Вятского художественного музея. Его работы есть в нашей коллекции. Сейчас они представлены? Они представлены в экспозиции, да. В экспозиции есть. Того же зала рубежа 19-20 веков. И он достаточно популярный художник. Ну и, соответственно, на Пенинах он там оставил большое наследие. Живет там, да? Оставил, да. Он был популярный, его произведения покупались. Но после смерти вдова перевезла его произведения по его пожеланию в Россию. Ждем вашего ответа. А мы дождались уже. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин, видимо. Ну да. Да, все знакомые у нас люди сегодня. Отвечайте, Андрей. Ну, художника, которого называли вятки итальянцев, это Исупов. Правильно, это Исупов Алексей Владимирович. Все правильно. Отлично, мы слушаем, что вы хотите получить. Гауди. Еще раз? Гауди. А, Гауди. Гауди, да? У нас есть Гауди, да? У нас есть Гауди, конечно. Гай Дэвис, 22 марта с 8 вечера. Пригласительные две персоны, Андрей. Мастодонт Блюза. Да, Мастодонт Блюза. По виду такой, да, на самом деле, реально из тех, кто вот начинал все это движение. Хорошо. Ну, розыгрыш мы сразу предупреждаем уже в следующем части, продолжим после 12.05. У нас есть еще о чем рассказать, да? Да, я хочу сказать о том, что вот сегодня наша слушательница затронула вопрос выставки, которая проходит в выставочном зале. Это действительно очень интересная выставка. Выставка областная. Мы о ней рассказывали в прошлый раз. Это выставка Вятского регионального отделения «Союз художников России». Она получилась очень праздничной, яркой, необычной. Там очень грамотно и интересно сделаны экспозиции. Художники молодцы. Они проводят творческие встречи, мастер-классы на этой выставке. Рассказывают, как создавались произведения себе, о своем творчестве. Выставки собирают достаточное количество, вот встречи художников собирают достаточное количество зрителей. Мы слышали, что уже и наша слушательница туда идет. Вот эта выставка работает у нас буквально последнюю неделю. Поэтому, кто еще не сходил, обязательно сходите, посмотрите выставка. А имена художников можем перечислить? Там очень много. Там художников, да, в отделении больше 120. Я так думаю, что там, наверное, 80 имен представлено. И причем такая выставка является отбором произведений на дальше, на зональную выставку. А если ты поучаствовал на зональной выставке, то ты уже имеешь полное право стать членом Вятского регионального отделения Советов Художников России, если ты еще не был. Вы рассказывали, по-моему, что зональная выставка не каждый год проходит. Она как олимпийское золото берется. Серьезный такой ступенька. То есть, как бы участие в зональной выставке, это такой плюс к художнику, да? Да, к его деятельности. Цена его работ возрастает. Это правда. Мне же приходилось торговать картинами в 90-е годы, я поэтому это прекрасно помню. Эта строчка, что участник зональной выставки в Северо-Западке у нас, да? Да. В Северо-Западке у России. Это уже как бы статус художнику придает очень серьезный. Ну и я, конечно, продолжу знакомить с мероприятиями театральной весны в музее. У нас две минуты у нас остается. Кратко скажу о том, что театр «Кукол» также принимает участие в театральной весне. Он показывает свои интерактивные программы. Это, конечно, зрительская аудитория у нас, это дети, школьники. Но, тем не менее, это очень интересно. То, что традиционно показывает театр «Кукол» у себя. И он рассказывает о том, как живет кукла, как живет артист в этом мире, когда стоит за ширмой. Я думаю, что это интересно не только детям, но и взрослым посмотреть, открыть, окунуться в этот мир. Ну что, будем завершать первую половину нашего культпохода. Благодарим директора Вятского художественного музея имени Васнецовых Анну Шакину. Будем рады Вас в следующий раз, в ближайшее время, видеть у нас здесь в студии. Ну а мы продолжим с Николаем после 12.05. Представьте, пожалуйста, Николай, коллектив, который у нас будет в студии. У нас сегодня был прекрасный вокальный коллектив. Мы о нем много раз говорили, но ни разу еще не слышали. Это Эбби Кей, «Квартет», Елена Хачедурян, Светлана Шабалина, Ольга Бехтерева и Анастасия Чашникова. Насколько я знаю, это будет музыка 60-х годов, советская и американская. Советская и американская. Я, честно признаться, в Ютьюбе видел уже выступление. С открытым ртом, надо сказать. Да, слушал, прям хорошо получается. Я надеюсь, что мы получим большое удовольствие. И, кстати, тоже будем разыгрывать билеты пригласительные на выступление этого коллектива. Если он вам понравится, с удовольствием вам эти пригласительные вручим. Не прощаемся. Культ поход.